Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. И так коротко о некоторых из них. Победители Олимпиады спортивных соревнований, лидеры и отличники. Глава Самары Елена Лапушкина вручила стипендии одаренным детям. Не покидает лидерских позиций. Самарский водитель троллейбуса Сергей Василенко во второй раз стал серебряным призером всероссийского конкурса профмастерства. Освоить новый вид транспорта и повторить правила дорожного движения. В Самаре появилась школа вождения электросамокатов. Отпуск не за горами. Куда самарцы могут отправиться на отдых и с какими сложностями столкнуться. Наступил сезон сладкой ягоды. Как выбрать спелую клубнику? Еженедельное рабочее совещание под руководством главы Самары Елены Лапушкиной на этой неделе провели в новом формате. В здании Центральной городской библиотеки имени Крупской. Среди вопросов, которые обсудили, координация работы по включению горячей воды в связи с гидравлическими испытаниями и подготовка Самары к летнему спортивному сезону. В день русского языка, который традиционно отмечается в день рождения Пушкина, чиновники Самары собрались на совещание под руководством главы города Елены Лапушкиной не в мэрии, а в Центральной городской библиотеке имени Крупской. Здание модернизировали в прошлом году по нацпроекту «Культура». Точно так же в городе уже обновили библиотеку народов Поволжья, библиотеки на аэродромной и Паново. Теперь это не просто залы для чтения, но место для комфортного проведения досуга и даже деловых встреч. Проводят технические работы в нашем конференц-зале, и мы вот подобрали для оперативного совещания библиотеку имени Крупской. Не все сотрудники администрации видели, как она преобразилась. Есть возможность в том числе здесь обсудить и рабочие моменты. На совещании обсудили координацию работы по включению горячей воды в связи с гидравлическими испытаниями. Специалисты проводят опрессовку тепловых сетей центральной отопительной котельной. По этой причине до 11 июня горячее водоснабжение ограничено в трех районах города – Октябрьском, Советском, а также частично в Железнодорожном. Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных при опрессовке повреждений. Мы видим прекрасно, что в социальных сетях идут жалобы, когда не вовремя включаются, не тогда, когда обещали включить горячую воду. Разбирались в ситуациях, где-то это действительно порывы на сетях, где-то это не доработали управляющие компании. Еще раз договорились с главой внутригородских районов о том, что они в обязательном порядке всю оперативную информацию будут доводить до жителей, чтобы люди понимали сроки проведения тех или иных работ. Также на совещании обсудили летнюю спортивную программу. Все лето будут проходить соревнования по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». До 10 тысяч человек смогут принять участие в акции «Самара в движении». На первой и второй очередях набережной будут организованы бесплатные занятия по фитнесу, йоге, стретчингу, зумбе и другим видам спорта. В рамках акции «Приходи на пляж, поиграем». 12 июня состоится городской фестиваль «Королева спорта». 30-31 июля запланировано соревнования по пляжному футболу и волейболу. 6-8 августа – марафонский уикенд «Соколь и горы». 13 августа – спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника и легкоатлетический забег «Огни Самары». Ну и главное спортивное событие в нашем городе состоится 21 августа – Самарский легкоатлетический марафон на Кубок главы города. Привлекает ежегодно огромное количество участников с разных уголков нашей страны. И в этом году мы ожидали не менее 5000 участников. Этим летом в Самаре будет организовано более 100 фискультурно-спортивных мероприятий с охватом до 60 тысяч человек. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. За достижения в спорте и в культуре. 50 одаренным юношам и девушкам Самары вручили стипендии городского округа. Чествование талантливой молодежи является доброй традицией. Какую поддержку получили юные музыканты и спортсмены, расскажет Михаил Ермоленко. В свои 14 лет Александр Циммерман добился больших успехов в музыке. В музыкальную школу поступил по классу фортепиано. На четвертом году обучения освоил еще и один из самых знаменитых духовых инструментов – саксофон. А уже к пятому классу покорял сцены на разных самарских конкурсах. Парень признается – он многопрофильный музыкант. И одним исполнительством не ограничился – он еще и поет. Сейчас, когда 8 классов музыкальной школы позади, планирует поступить в музыкальное училище на кафедру хорового дирижирования, чтобы в будущем управлять собственным оркестром. За особые достижения в сфере культуры Александру достоился стипендии городского округа Самара. Талантливые дети, их нужно продвигать, помогать им как-то выйти в верхушки. А если вот с министерства, с департаментов помогать таким вот талантливым действительно детям, то мир станет лучше, я считаю. Одаренных юношей и девушек в Самаре ценят и всячески поддерживают, в том числе и материально. Заявки на стипендию, которую предоставляют на конкурсной основе, подают учебные учреждения. Специальная комиссия выбирает 50 ребят – самых успешных молодых музыкантов и спортсменов, по 25 представителей от каждой из сфер. Все они становятся лауреатами стипендии городского округа Самара. Средства на ее выплату предоставляются по программам развития культуры городского округа Самара и развития физической культуры и спорта в городском округе Самара. По традиции победителей поздравляет глава города. Конечно, это гордость, это радость о том, что на нашей Самарской земле живут такие звездочки, такие замечательные целеустребленные ребята, которые совершенно точно будут представлять наш город, которые будут развиваться в науке, в спорте, чьи имена мы совершенно точно еще услышим на мировых сценах. Стипендиатов в профильные вузы города с радостью принимают в ряды студентов и способствуют их дальнейшему творческому и спортивному развитию. Предоставляют все необходимые для этого условия. Чрезвычайно важно дать старт и получить эту поддержку в юном возрасте. Ребята, которые получили стипендии городского округа Самара, все-таки действительно любят по-настоящему наш город. И я очень надеюсь на то, что они свою дальнейшую судьбу профессиональную свяжут именно с работой и учебой в нашем городе. Это будущий потенциал нашего региона. Соответственно, наш факультет непременно ждет таких спортсменов, которым будет предоставлена возможность для тренировочного процесса и для учебы в нашем университете на факультете физической культуры и спорта. Традиция чествовать молодые дарования Самары зародилась 10 лет назад, в 2012 году. С тех пор стипендию городского округа получили 506 ребят. Общая сумма выплат составила более 30 миллионов рублей. Эта особая награда была учреждена Дмитрием Мазаровым, когда он был главой города. Продолжая добрую традицию, указом главы Елены Лапушкиной, размер премии для талантливой молодежи в этом году увеличили. Сейчас она составляет 7,5 тысяч рублей. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. В Самарской области подвели итоги голосования по выбору объектов, которые будут благоустроены в следующем году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На выбор были представлены 106 территорий. Из них выбирали те, которые, по мнению жителей, нуждаются в реконструкции в первую очередь. В итоге победителями стали 50 пространств, которые расположены на территории всей Самарской области. Из представленных в финал вышли 4 территории – парк «Молодежный», «Воронежские озера», «Ерикпарк» и «Сквер Самарец». Жители Самары отметили, что в обновлении нуждаются не только общественные пространства, но и местные туалеты. Овощи и фрукты, мясо и рыба на любой вкус. Муниципальная ярмарка на пересечении Киевска и Тухачевского пользуется успехом у жителей города, хотя и работает с прошлого года. Когда на площадке идет оживленная торговля и как дальше будет развиваться этот сектор торговли в Самаре, узнала наша съемочная группа. Со вторника по воскресенье на пересечении Киевска и Тухачевского в Самаре можно приобрести продукты питания по выгодным ценам. Здесь представлены товары местных предпринимателей. Семейная ферма из Большой Глушицы, которую представляет на ярмарке «Амиржан Шукуров», производит конину, говядину и баранину. Рассказывают условия для торговли подходящие. Мы с 1 сентября прошлого года здесь находимся, на этой ярмарке. Очень довольны тем, что администрация города предоставила нам такие условия, то есть комфортабельные, когда зной, ветер и снег и дождь, как говорится, мы всегда находимся в хороших условиях, потому что мы имеем возможность реализовывать нашу продукцию. На посещаемость ярмарки, рассказывают продавцы, влияют разные факторы. Погода, праздники и настроение людей. Бывает, что и в четверг не протолкнуться, хотя это рабочий день. Ну а в субботу и в воскресенье чаще всего многолюдно. Многие самарцы приходят на ярмарку каждые выходные, тем более, что и друзья и знакомые советуют. Каждую неделю практически. То есть здесь мясо очень вкусное, то есть ярмарка, то есть весь ассортимент очень хороший у них. То есть все выборочно есть, и вся продукция очень свежая. Расширение ярмарочной торговли в городском округе – это одно из приоритетных направлений работы. В региональной столице планируется проведение сезонных ярмарок, где овощи, фрукты и другие продукты будут продавать с машин. Ближайшая ярмарка такого плана откроется у нас по адресу Мехзавод, около ДК «Октябрь». Она будет функционировать по выходным дням. Приглашаем принять участие в ней как сельхозтоваропроизводителей, так и жителей города приглашаем за покупкой. Ярмарка планируется открыть 11 июня, и далее она будет функционировать по выходным дням. Всего в Самаре работают 28 ярмарок. В этом году их число может значительно вырасти. Вопрос прорабатывается в Департаменте экономического развития, инвестиций и торговли. Максим Магомедов, Юлия Василькина, Константин Головин, Кригорий Пришаков. События. Самарский водитель троллейбуса занял второе место на всероссийском конкурсе профмастерства. На счету Сергея Василенко это уже вторая победа. Несколько лет назад, когда соревнования проходили в Самаре, он также стал серебряным призером. Сергей Кизоркин прокатился в троллейбусе с лучшим водителем и узнал, какие испытания нужно пройти, чтобы победить. Сергей Василенко крутит баранку троллейбуса вот уже более 10 лет. За это время стал первоклассным водителем. Свой статус трижды подтвердил на городских этапах конкурса профмастерства и дважды на всероссийском. В этом году соревнования проходили в Омске. За звание лучшего боролись 36 водителей троллейбусов со всей страны. Сергей Василенко занял второе место. Проходить испытания приходилось на разных марках и моделях троллейбусов. До начала конкурса организаторы даже не позволили ни разу на них прокатиться. Осваивать технику пришлось на ходу. У нас были три модели троллейбусов. Модели совершенно отличаются друг от друга. Это очень разные троллейбусы. У них даже отличаются габариты. То есть, самый длинный в этом этапе был «Адмирал». Потому что его длина 12,9. А бокс, в который надо заехать, допустим, он 13 ровно. Я его сам выбрал. Эта модель более новая. Она лучше в маневренности. В отличие от двух других. Адмиралы, оснащенные кондиционерами, самарцев возят по четвертому маршруту с прошлого года благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сергей Василенко трудится на шестом. Поэтому на «Адмирале» он впервые показал скоростное и комфортное вождение со знанием правил дорожного движения и культуры обслуживания только на всероссийском конкурсе. Индикатором качества работы послужил этап, который организаторы в шутку назвали «Не урани бабушку». Сейчас это манекен, установленный в середине салона. До этого был стакан с водой. Вести троллейбус нужно так, чтобы он не шелохнулся. Напарник по работе, кондуктор Ярослава Салливан, рассказывает, в реальной жизни Сергей Василенко водит троллейбус очень плавно. Поэтому пройти конкурс ему не составило большого труда. Он на линии очень аккуратно водит. И как работник тоже очень ответственно подходит к работе. И к кондукторам очень вежливо относится. Но жалоб никаких, нареканий нет. Пассажиры, узнав, что сегодня их везет один из лучших водителей троллейбусов в России, были приятно удивлены и дали свою оценку работе Сергея Василенко. Приятно очень. По езде чувствуется, что спец очень плавно. Даже не чувствуется, что тормозит. Оцениваю отлично, потому что едем спокойно, тихо и все прекрасно. Конкурс профмастерства всероссийского масштаба в 2020 году проходил в Самаре. Тогда Сергей Василенко впервые занял второе место. А его самарский коллега Евгений Иркин стал третьим, проработав до этого в ТТУ всего несколько месяцев. Руководство предприятия уверено в качестве знаний и умений, которые бесплатно получают слушатели местного учебного центра. Можно взять любого водителя троллейбуса из 250 работающих в Самаре, и каждый покажет достойный результат. Конкуренция на соревнованиях между трех городских депо высокая, подтверждает дирекция ТТУ. Приятно, потому что всегда трамвайно-троллейбусное управление славилось хорошей подготовкой, хорошим преподавательским составом, хорошими наставниками. Мы традиционно за последние, наверное, ну, может быть, ошибусь, за последние пять лет всегда входим в тройку призеров конкурса. Есть к кому участвовать, есть куда стремиться. Всероссийский конкурс профмастерства водителей троллейбусов в этом году проходил в рамках реализации мероприятий нацпроекта «Безопасные качественные дороги». А еще его проведение совпало со Всемирным днем окружающей среды. А, как известно, электрический транспорт самый экологичный и тихий из существующих. И, что удивительно, самая большая троллейбусная сеть в мире находится в России. В Самаре она составляет 212 километров, а парк включает 235 троллейбусов. Водители, участники конкурса профмастерства, повышают не только свою классность, но и автоматически зарплату. Это стимул для рабочих ТТУ. А для желающих освоить профессию – зеленый свет. Предприятие активно приглашает на работу. Выпускникам учебного центра при трудоустройстве выплачивают 100 тысяч рублей подъемных. Молодежь получает бонусы к основному заработку. В этом году усилен соцпакет, в том числе за счет повышения зарплаты. Сергей Василенко после успешного выступления на Всероссийском конкурсе профмастерства без вознаграждения не останется. Помимо 150 тысяч призовых, еще получит 50 тысяч от работодателя в качестве благодарности. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Самарцы смогут освоить новый вид электротранспорта и повторить правила дорожного движения. В парке Гагарина появилась школа вождения электросамокатов. Чему учат горожан, расскажет Максим Магомедов. Электросамокат становится все популярнее у горожан. Этот вид транспорта не требует наличия водительского удостоверения, а арендовать его можно с помощью приложения в смартфоне. Вот только отсутствие знаний правильной эксплуатации может привести к травмированию как райдера, так и окружающих. Для того, чтобы снизить вероятность ДТП с участием электросамокатов, в Самаре появилась первая школа вождения. Общественный совет инициировал встречу с начальником управления ГИБДД в Самарской области и с руководителем организации, которые предоставляют данный вид услуг, где было принято единое мнение, что людей, которые желают пользоваться этим самокатом, во-первых, надо обучать эксплуатации и напомнить им правила дорожного движения. Не все желающие воспользоваться нашим сервисом знают и проходили когда-либо обучение даже базовым правилам дорожного движения. И для того, чтобы восполнить этот пробел, для того, чтобы дать начальный как раз этап познания этих правил, мы проводим школу вождения. Она состоит из нескольких этапов и позволит освоить основные правила по вождению электросамоката для того, чтобы сделать наш город еще более комфортным и еще более безопасным. Одним из первых в ряды учеников записался Армен Анашихназарян. Он опытный автолюбитель, но иногда, чтобы не стоять в пробках, пользуется кикшерингом. Чтобы начать поездку, вам нужно поставить ногу на самокат и столкнуть его с подножки. Нажимаете педаль газа, отталкиваясь. Это задний тормоз, это передний. Отталкиваетесь, нажимаете газ и едете. Самокат надо учиться, потому что все равно надо уметь регулировать, плавно пользоваться. Сам иногда катаешь, но каждый раз, каждый самокат по-своему себя показывает. Естественно, и при этом навыки, маневры, тормоз, понять скорость, соответственно, как тормозить. Учение, думаю, что это важно. И очень желательно для больших городов. Электросамокатом может воспользоваться любой совершеннолетний гражданин. Важно помнить, что за рулем даже такого транспорта запрещено находиться в состоянии опьянения. Всем, кто прошел обучение в школе вождения самокатов, напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения. Напоминаю участникам дорожного движения, что когда они находятся в электросамокате, они являются пешеходами, следовательно, должны соблюдать правила дорожного движения для пешеходов. Это передвигаться только по тротуарам и пешеходным дорожкам, не мешая участникам дорожного движения, не выезжать на проезжую часть и при переходе проезжей части спешивать с электросамоката и переходить его пешком. Обучение и вождение электросамоката проводится в рамках реализации Самарской муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы с целью предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий. Максим Магомедов, Григорий Плешаков, События. То отменит рейсы, то поднимут цены. Планировать летний отдых в этом году стало сложнее. Представители туриндустрии рассказывают, что полеты за рубеж стали затратнее как по деньгам, так и по нервам. Часто программы и вылеты меняются буквально накануне долгожданной поездки. Какие направления выбирают для отдыха самарцы и с какими трудностями могут столкнуться, расскажем далее. В летнем сезоне наиболее популярными зарубежными направлениями у российских туристов обещают быть Турцией, Объединенные Арабские Эмираты и Египет. На Турцию приходится около 60% от общего объема продаж. По данным российских операторов, средняя цена путевки на двоих в пятизвездочный отель Турции обойдется в 139 тысяч рублей в Египте в 119, в Арабских Эмиратах в 150 тысяч. Самарские туроператоры общероссийскую статистику подтверждают, но отмечают, что очень мало рейсов стоит из Самары. В основном вся заграница переориентировалась на вылеты из Москвы. Дополнительно к туру приходится оплачивать топливные сборы. Если раньше он составлял 35-40 евро на чартерах, то теперь 100 евро на регулярных рейсах. Турция не дешевая в этом году. Горящих туров практически нет, потому как ездить некуда, и естественно это будет Турция, Египет, Эмираты. Это вот основные наши направления по загранице. Хорошая пятерка, понятно, там нет предела, но вот в районе 50 тысяч на человека сейчас средняя цена нормального отеля. Недельный тур. По будущим планам в июле может быть что-то улучшится, поскольку из Самары, я смотрю, некоторые туроператоры поставили дополнительные рейсы, чартерные программы, может быть какие-то организуют, есть вылеты, выборы, во всяком случае из регионов. Сейчас мы рассматриваем из Казани, как запасной вариант. Запасной вариант из Уральска, можно также в Турцию улететь. При этом планировать летний отдых в этом году стало сложнее, операторы то отменят рейсы, то поднимут цены. Изменения доплаты, когда тур уже забронирован, когда уже есть подтверждение, когда уже оплачен полностью, вдруг идут какие-то изменения по цене. Это как доплата после того, как все подтверждено и оплачено. Туроператоры снимают рейсы, появляются новые какие-то вылеты, а там уже цена другая по прайсу. Конечно, не все могут на семью сразу доплатить. Иногда достигает равная стоимости тура. Бывает и так, что самарские туристы могут вылететь на отдых за границу из Казани, а накануне возвращения узнать, что прилет будет в Москву, а машина у них осталась в Казани. Турагентам приходится улаживать конфликты. Бывают моментов очень много, когда не состоялся отпуск. Вообще не состоялся отпуск. Например, завтра вылетать, уже все на чемоданах готовы, вызывают такси, и вдруг вообще снимается полетная программа. Это сплошь и рядом в этом сезоне. В этом сезоне популярна Абхазия, но там приличные отели уже почти раскуплены. Есть предложения в Киргизию на озеро Иссыкуль, в Армению и Азербайджан. Среди российских курортов по-прежнему популярны Сочи и Крым, но добраться на полуостров сейчас очень сложно. Полеты закрыты, все билеты на поезда уже раскуплены, а дополнительных составов нет. Также туроператоры предлагают путешествия на Сахалин, Камчатку, Алтай, в Карелию и во все республики Северного Кавказа, которые в последние годы пользуются большой популярностью у самарцев. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, События. В Самаре начался сезон клубники. В магазинах, на ярмарках и рынках представлен большой ассортимент импортной и отечественной ягоды. На что следует обратить внимание при выборе лакомства, наша съемочная группа узнала у экспертов и жителей города. В этом году май и начало июня выдались холодными, что не могло не повлиять на сроки появления местной клубники. Сейчас на рынках и в магазинах в основном представлены ягоды как из зарубежных стран, так и из южных регионов России. По признанию большинства самарцев, в первую очередь они обращают внимание на внешний вид ягоды. Хотя нашлись и те, кто подходит к покупке лакомства более основательно. Во-первых, чтобы она кругленькая была, можно и вытянутая, конечно, но разный бывает сорт. Но самое главное, чтобы бурая, не зеленая, не розовая. И надо попробовать, прежде чем брать. На ее цвет. А еще на что-то? На запах, наверное. Я покупаю местную клубнику, которая уже выращивается на грунте. И она имеет вкусы натуральные. И с кислинкой, и сладенькая, и сорта разные. И она не совсем, знаете, такая, ну, как сказать, одинаковой формы. То есть вот на это обращаю внимание. Мне местная нравится. У бабушки покупаю. Продавец клубники Белла Гвилия представляет на рынке плодово-ягодное хозяйство из Сергиевского района. Рассказывает, сейчас в продаже продукция из Волгограда. Первые сорта – Азия, Альба, ягоды крупные. Своя местная клубника на прилавках Самарской области появится в середине июня. После 15 июня начинается у нас клубника. Вот как раз вот в этом году она с опозданием. В том году мы начали где-то 3 июня. В этом году из-за холодов только после 15. Поэтому вот немножко с опозданием. Как раз полтора месяца сезон будет клубники. С 15 и до конца июля. Специалист управления Роспотребнадзора по Самарской области подчеркивает, что клубника считается пригодной для употребления в пищу, если она достаточно сухая, имеет однородную яркую окраску, приятный аромат, без признаков плесени, а чешелистики, которые окружают ягоду, зеленого цвета и без признаков увядания. Клубника является источником витамина С, в первую очередь, фолиевой кислоты, клетчатки. Если эта клубника выращена в Краснодарском, Ставропольском крае, в Крыму, то она может быть еще и источником йода. С осторожностью эту ягоду нужно есть людям с аллергией или заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, а также людям с сахарным диабетом. Ведь клубника – источник углеводов. Михаил Ермоленко, Юлия Василькина, Николай Епифанов, Николай Сидоров. А на этом я с вами прощаюсь. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самарегис, на страничках в Одноклассниках и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!